дорогие друзья приветствую вас на канале j on the way сегодня мы рассмотрим недавно вышедший mass 54 323 вот не знаю это новая моделька или же переделка старой но указывается что версия первая как мы видим находится он в автосалоне mass такого автосалона нету все это ищется в сейчас я вам покажу потому что многие спрашивают заходим в покупку грузовиков далее у нас тут будет кнопочка где будет написано дилеры брендов из модификации и и мы нажимаем и тогда система отсортирует вам те моды которые у вас есть на данный момент она отсортирует от стандартных грузовиков и так далее хорошо давайте смотреть характеристики на ваших глазах переходим кастомизации рассматриваем модельку mass как всегда выглядит великолепно хорошая детализация кабели присутствуют есть уже установлены брызговички фары уже вставлены отлично сзади еще бак есть конечно не хватает немножечко элементов загрязнения как в недавно вышедшим камазе но конечно не все не все сразу так сказать переходим к кабинам кабина в единственном экземпляре шасси у нас тоже один экземпляр 4 на 2 у нас формула колесная по двигателям уже побольше видим что здесь есть от 360 лошадиных сил максимальный который я видел 530 по моему до 530 здесь не отсортировано но это неважно вы уже понимаете что он может переходим к трансмиссиям трансмиссия коробка у нас на 8 передач я м з стоит в стоке и и оставим но максимально мы можем поставить как мы видим 6 14 14 или 12 с ретардером минимальная 5 есть 6 с ретардером переходим теперь к интерьеру вот так вот выглядит интерьерчик а здесь у нас не gps здесь у нас установленный бортовой компьютер расположение довольно таки неплохое я бы сам туда его поставил очень даже потому что здесь очень много всяких кнопу ляк датчиков так что вот здесь он просто смотрится великолепно не занимая лишнее пространство даже вот тут тут какой-то приборчик установили спалка выглядит тоже неплохо но к текстурам есть вопросы какие-то они низкого разрешения считаю а вот сами сайт сиденья двери выглядят довольно таки неплохо хорошо здесь мы ничего не можем менять в интерьере он в единственном экземпляре что по расцветкам вот чего этой модельки не хватает так это скинов здесь у нас только предзаготовленные цвета давайте посмотрим их предзаготовленные цвета здесь присутствуют но никаких скинов нету вот здесь бы смотрелось бы софтранс авто например довольно таки неплохо смотрим по кастом ному цвету можем его красить как угодно все работает какой выберем выберем какой-то классический цвет blue velvet например или вот этот но они практически не отличаются и плавно переходим к внешнему тюнингу начинаем как всегда с самого низа видим что по тюнингу довольно таки не блещет точки вроде бы есть но вот обычно у грузовиков вот здесь все усеяно там всякие решетки менять дефлекторы и так далее здесь же видим что очень даже скромно давайте посмотрим что мы здесь можем поставить доп пампер вот такой вот ниже он встает ну давайте его поставим все-таки нам нужно максимально его потестировать хотя я бы ездил без него и вот здесь вот такая вот прогалинка тоже не очень хорошо смотрится здесь бы номерок бы не помешал но пока что его нету так здесь у нас таблички огнеопасно с цистерной мы скорее всего не будем ехать но вот такие таблички я просто максимально его приукрашу чтобы видно было даже для тех кто просто смотрит превьюшку что можно нацепить на данный масс так теперь что по табличке табличка только со стороны водителя пишу свой ник есть табличка стала если она будет мне не мешать я ее снимаю так дальше у нас идет рация это уже внутри давайте смотреть что за дополнительные фары вот на таких вот стоечках то же самое на мой взгляд это лучший вариант потому что они здесь как-то очень близко давайте так их поставим хотя бы можно было и третий вариант добавить где четыре этих фары для того чтобы ездить по тем темных там закоулках суровой россии так огне автопоезда добавили тоже неплохо смотрится следующее это у нас мигалки мигалки ставятся рядом с нашими с нашими фонарями она будет не очень смотреться можно с одной стороны поставить можно с двух сразу я их убираю они мне не нравится так и последнее это у нас спойлер давайте смотреть вот у нас появляется козырек только аж здесь почему-то и вот такие варианты тут у нас просто козырек козырек спойлером и и просто спойлер без козырька да получше смотрится вот такой вот он тем более он цвет потому что вот эти варианты с пластика мне не очень нравится тем более я не могу понять что этот козырек может закрывать вот если мы сейчас переместимся я его абсолютно не вижу то есть смысла от этого light визора нету вообще то есть сан визора имею ввиду ну он не прикрывает нас от солнца фактически так давайте поставим назад где он обтекатель вот такой вот хорошо теперь переходим на бок здесь у нас зеркала только в единственном экземпляре смотрим что у нас с колесами шины мазовские в единственным как я вижу из экземпляре а теперь что по дискам тоже диски только единственными экземпляре с этим разобрались сзади здесь у нас уже нету точек смотрим вот здесь есть две так задние крылья закрытые вот такой вот вариант и вот такой открытый открытый обычно применяется если у вас допустим будет низкий слишком трейлер и он будет проходить через текстуры ну давайте поставим закрытые нам нужно потестировать по максимуму и следующая точка это у нас стоп сигналы версия 2 давайте посмотрим и те и те смотрятся нормально мне больше вот эти нравится потому что тут ярко выражены задний ход то есть нас будет лучше видно когда мы назад будем задавать ну вот такой вот у нас мазик получился довольно таки неплохо я вам скажу хоть и мало очень тюнингом так теперь смотрим что у нас что у нас происходит внутри так по зеркалам мы разобрались здесь мы ставим навигатор обязательно потому что здесь у нас бортовой компьютер что у нас по рулю есть два варианта вот такой вот рулик но честно говоря и не понимаешь что тут такое какие-то кольца или что смотрится не очень хотя тут и логотип чеки если ну давайте этот вариант поставим так табличку видим что она абсолютно нам не мешает то есть можете писать сам свой никнейм или куда вы там едете что что угодно пишите так теперь попробуем здесь разместить предметики только две точки скудненько могли бы здесь точку сделать его тут можно еще что-то положить и на спалку но почему-то только вот на столике но хотя бы это давайте поставим водичку водичка стала корректно планшетик тоже стал все нормально загрузилась сюда теперь смотрим что у нас на окне на окне у нас сисал поддерживается и кстати лентяйку сюда тоже можно было сделать пробовал я вымпелки работают они нормально не топорщатся из окна все нормально так что мы сюда повесим я даже не знаю сюда вы кстати можете еще дополнительно повесить gps сисаловский почему бы и нет где вот вот есть том том смотрите нормальное размещение кому не нравится что gps вот тут ставьте его сюда вы не будете в проигрыше как минимум так телепас какой-то ну блин я вообще-то сюда не хотел ничего вешать ну давайте телепас пускай там сверху у нас будут хоть они будут от солнца закрывать видим сверху уже иконки установлены кстати здесь вот рация у нас ставится поставим обязательно нужно посмотреть что происходит с кабелями рации стандартные виселочки ну не знаю почему dlc не применяются ну давайте футбольный мячик сюда повесим так дальше у нас идет выбор шторок так сток сток это у нас шторки которые опускаются вот можно закрыть наши телепасы будет и солнце не будет проходить но я хочу шторку что у нас по интерьеру видим такой красноватый интерьер давайте черно-красное примере вроде бы нормально здесь это у нас я так понял от шторок но все-таки будет висеть так но ничего не ничему не мешает разве что телепасы будут эти перекрыты так вроде бы все по окну мы посмотрели давайте смотреть здесь боковое зеркало добавили очень хорошо показывают переднего зеркала жалко нету не помешало бы так на пассажирское место можно ставить сумку ноутбук или же посадить нашу милисочку пускай она здесь будет и вот то что я говорил жалко конечно что здесь нельзя там хотя бы подушечку или одеялко или ту же сумку поставить ну чтоб не было так пусто но вот такой вот у нас выбор автора пока что он туда не поставил никаких точек все мы разобрались полностью в интерьерном тюнинге тоже не ошибка много всего но на самом деле есть все основные моменты знаете чего я здесь не нашел это выбор по цвету подсветки в кабине вот вот этого не хватает но это все мы будем тестить и смотрим его в игре поехали так мы уже в игре находимся мы в городе псков я сразу стал возле мастерской потому что вот смотрите какая штука здесь происходит обратите внимание на шторки они дребезжат это сильно напрягает это отвлекает так не должно быть я уже пожалел что я поставил необычные шторки давайте посмотрим что на что мы можем их поменять немножечко отъехать нужно должна появиться мастерская наша так сразу же меняем наши шторки заходим в конфигурацию так и давайте поставим вот эти вот обычные сисоловский они точно не будут лагать тут два варианта есть закрытые открытые оставляем открытый все-таки нам какой-то козырек нужен и продолжаем по нашему обзору так запускаем двигатель слушаем звук еще раз кабины видим что даже ключик у нас анимированы это очень хорошо вот я выключаю видим что ключик у нас анимированы довольно таки неплохо также по анимациям стоит проверить стояночный он тоже анимированный и а также есть у нас индикация вот сейчас он поставлен очень неплохо также мы здесь наблюдаем бортовой компьютер вы его не раз уже видели можно смотреть раз средний расход горючего дистанцию сколько горючего также давление текущую текущую скорость температуры и верху всегда у нас показывают текущую передачу что тоже очень неплохо оставляем здесь скорость датчики хорошо видны рулем не перекрывается что касается посадки то ее еще можно подрегулировать давайте этим и займемся adjust seats немножечко поменяем руль и припустим сидение вот так вот все теперь нам видно полностью руль нижние кнопки и принципе так неплохо так теперь выходим а что касается gps а да мелковат можете попробовать все-таки на окно прицепить том-том от сисела возможно он будет получше показывать мячик у нас не дребезжит и также все нормально у нас с кабелями от нашей рации все окей в целом вдов достаточно неплохо здесь какие-то непонятки с тенями но это понял что это через занавеску так проходит так ну вроде бы все все на месте сигнальчик давайте еще раз проверим отлично сигнал работает где-то я уже слышал что по поворотникам есть анимация индикация одни одно одним датчиком получается ну вот так вот хорошо следующее что мы будем тестировать это мы проверяем на дождь включаем плохую погоду так пошел дождик видим что на все поверхности он у нас попадает пробуем открыть окно и смотрите у нас даже есть анимации открытия окна и ручки открытия очень даже неплохо закрываем все анимировано отлично с правой стороны я не буду открывать потому что еще девушку просквозит так дальше мы тестируем наши дворники раз дворники у нас стирают стирают неплохо и также есть у нас анимация переключения режима всего три режима стирания давайте поставим на 2 потому что дождь действительно мощный и посмотрим с внешки как это все выглядит только под таким углом можно видеть что дворники отстают если смотреть прямо или под таким углом все нормально только если вот так вот смотрите видим что не идеально далеко не идеально прилегают они так мы на внешке тут будет светло давайте немножечко отъеду в сторону ворот уже поеду кстати прицепчик смотрите кабели у нас рабочие прицепились это здесь я использую прицепщик у das кто не смотрел мое видео про прицепы этот у нас там есть можете скачать ссылочка будет с ним он смотрится довольно таки неплохо если еще скин ему удаст этому мазу то было бы вообще супер так здесь будет довольно таки темновато я уже проверял так что давайте включим ночь и сейчас посмотрим что у нас происходит ночью бум включаем фарки раз теперь дальние видим вверху включилась фарки вполне себе нормальная их довольно таки хорошо видно выключаем фары пробуем поворотники спереди поворотники видно сбоку поворотники дублируются очень хорошо видно и также поворотники сзади тоже видны пробуем сдать немножечко назад вот о чем я говорил вот эти габариты мне понравились потому что что стопы здесь хорошие что вот стоп посмотрите как хорошо смотрится и назад сдаем тоже никто не пропустит то что вы ну во первых пикает конечно во вторых еще и кроме звукового сигнала идет у нас довольно таки яркие габаритики перемещаемся в кабину смотрим что у нас в кабине при выключенном освещении видим что портовой компьютер достаточно тускленький светится только наш gps когда мы включаем свет раз видим что он такого голубого цвета стрелочки немножечко зеленоватые я бы на месте автора сделал их красными потому что плохо конечно выделяется но практически все одного цвета лучше сделать их красными или хотя бы тем какого-то другого или же зеленого ну не такого же цвета как все остальное так включаем дальние видим что на все есть индикация на включение света полностью выключил свет нажимаю на о дополнительной подсветки в кабине у нас нету это я считаю минус потому что вот будете ехать в такой темноте вот включили приборы все положение руля не видно так далее ну темновато не очень комфортно ну вот с фарами вот так но все равно в кабине довольно таки темно хорошо включаем день немножечко проедемся давайте 13 часов включим так поедем до ближайшей разгрузки нам сейчас направо нужно конечно движение такая такой полиция тут пробую я немножечко ехать от третьего лица но у меня это слабо получается просто чтобы вы послушали какой звук с внешки так ну а на повороте я все-таки переключусь на кабинку здесь мы поворачиваем налево так придется пропустить эту верницу машин тем более там еще и полиция не стоит так явно нарушать все они поворачивают и это очень подходит так вроде бы никто не едет даже если кто-то едет то придется меня пропустить я уже вынырнул так едем до ближайшей разгрузки там как она как раз напротив моего гаража я уже там бывал так в следующем повороте нам поворачивать ну здесь у нас рекрутинговое агентство а вот следующий поворот наш так как раз никого нет давайте не будем ехать на разгрузку наверно а заедем в гараж хотя у меня в гараже там было место все-таки поворачиваем на разгрузку так где мы тут припаркуемся там какой-то автовоз нужен вот прям за автовозом станем темновато конечно в кабинке при таком раскладе сейчас я попробую время поменять еще раз на 10 часов например бумс сильно лучше не стало попробуем перевернуть нашу ну немножко светлее стало уже видно наши приборчики давайте поставим на парковочный раз есть анимация есть индикация и начнем с плюсов данного мода во первых это довольно таки неплохой интерьер здесь все есть что нужно есть портовой компьютер есть уже какие-то наклеечки есть место для сисола есть радио можно вешать всякие виселки вплоть до сисола gps тоже есть вы можете даже выбирать какой gps использовать gps от сисола или же gps который у нас здесь стоит по индикации вроде бы все нормально по анимациям тоже все есть вы видели что даже окно у нас открывается есть анимации открытия окна это довольно таки неплохо так ну и главный конечно же плюс что здесь автор все-таки нормально адаптировал под версию 1.40 1.41 сейчас я тестирую кстати под версию 1.41 наконец-то перешел на нее теперь у меня будут более современные так сказать обзоры здесь нету ни бликов на окне не засвечено зеркало я уже просто устал от этого всего и приятно наблюдать вот такое чистое изображение в зеркале сейчас по аксессуарам как вы поняли здесь все хорошо внутри интерьера вполне себе неплохо с палочку я бы конечно бы приукрасил хотя бы одеяльце там подушечку какую-то поставил плакатике может ну как-то скучновато смотрится теперь переходим на внешку что касается внешки выглядит замечательно хоть здесь очень мало тюнинга вот это максимум получается что мы можем поставить ну единственная козырек убрал потому что он никудыш не тот же санвизор внутри ставим шторку и все солнце нам не мешает что не хватает по внешке я бы хотел бы вот тот же софт софтрансавто тут бы смотрелся бы очень даже кстати очень неплохо и посмотрите на вот этот удаст прицеп он такой грязноватый а у нас наш масс абсолютно чистенький конечно же если как в недавно вышедшем камазе сделали скин с такими загрязнения было бы вообще шикарно номерок у нас все-таки появляется но мы видим что там европейские номера хотелось бы чтоб можно было и российские ставить так далее в целом грузовик мне зашел я ставлю ему восьмерку уверенно ее заслуживает да есть недоработки но основные по основным деталям он мне понравился и в целом mass 54 323 я рекомендую спасибо что посмотрели мой обзорчик не забудьте подписаться на мой канал и до новых встреч